И начнем с расследования стрельбы и взрыва в колледже Керчи. Александр Бастрыкин провел в городе оперативное совещание, посвященное трагедии, в которой от рук студента-убийцы погибли 20 человек. Глава Следственного комитета поручил тщательно изучить личность Владислава Раслякова. Есть вопросы и к сотрудникам колледжа. Подробности узнаем у Николая Соколова. Он выходит с нами на прямую связь. Николай, здравствуйте. Что же именно поручили следователям и что удалось установить? Здравствуйте, Анна. Как показывает практика, после такого большого визита главы Следственного комитета расследование начинает заниматься конкретными задачами, которые ставятся перед следствием. Потому что если в первые сутки после трагедии собиралась достаточно важная часть по поводу доказательств, собирались все необходимые материалы, например, изымались записи камер видеонаблюдения, проводились опросы, то теперь после вот этой встречи главы Следственного комитета с его заместителями в Крыму, кроме этого с теми, кто непосредственно участвовал в здании, которое находится позади меня, занимался поисковой оперативно-следственной работой на территории колледжа. Так вот, теперь можно сделать вывод, что по сути даны главные задачи для всех следователей, которые прибыли сюда, в том числе и с центрального аппарата СК. По сути, предстоит проанализировать ту обстановку, которая была в семье самого студента колледжа, которого сейчас считают виновным, конечно, в той самой трагедии. Кроме этого, предстоит изучить обстановку внутри самого колледжа. Здесь важное наблюдение. Глава Следственного комитета поручил полностью изучить психологическую обстановку, которая могла быть в колледже. Иначе говоря, предстоит изучить, насколько сами студенты между собой общались, насколько следили за этим общением преподаватели. И вот здесь любопытная деталь. Предстоит даже проверить, насколько была организована так называемая внеклассная работа для всех студентов. Иначе говоря, это работа кружков различных секций. Но такие более конкретные задачи глава Следственного комитета поручил. Но и при этом, естественно, будет изучаться в том числе и биография самого стрелка. Известно, что будут проверять не только биографии его членов семьи. Будут изучать даже, возможно, те случаи, которые могли бы показать его психологическую и психическую настроенность. Возможно, будут проверять, опрашивать соседей, что уже, в принципе, происходит. Опрашивать тех людей, с которыми, возможно, взаимодействовали его близкие. Иначе можно сделать такой точный вывод, что у следствия складывается достаточно подробная картина той работы, которую нужно теперь произвести. Но это что касается именно такой большой следственной работы, связанной с опросами, изучением обстановки. Что касается различных экспертиз, напомню, что их уже проводится более пяти. И вот, скорее всего, в ближайшее время могут уже стать известны результаты этих экспертиз. Это значит, что следствие сможет продвинуться в своем расследовании. Это что касается следственной части по расследованию трагедии в Керчи. В Керчи, простите. Но вот здесь важно заметить, что следствие продвигается еще и благодаря тому, что сами многие участники той трагедии, они приходят в себя. Как говорят медики, некоторых даже уже начинают выписывать из больницы. Это значит, что у следствия могут появиться более свежие комментарии очевидцев, которые оказались в колледже в день трагедии. Еще одна, конечно, важная такая новость сегодняшнего дня. К сожалению, печальная новость. Керчи начинает прощаться с первыми погибшими. Сегодня в городе начинают проходить первые похороны. И вот я что еще заметил. Для того, чтобы весь процесс проходил достаточно спокойно, как мы видим, в принципе, все основные следственные действия на месте колледжа уже завершены. Движение для автомобилей возле него открыто. Это значит, что, скорее всего, процессы в том числе будут проходить возле самого колледжа. Но и добавлю, что, скорее всего, в течение этого дня могут появиться новые подробности от следствия. Потому что, как я уже сказал, результаты экспертизы могут также озвучить. Анна. Николай, спасибо. Будем ждать от вас и новых данных. О ходе расследования трагедии в колледже Керчи рассказал Николай Соколов.